30 июня 2011 года детективы начали расследовать сообщения о пропаже человека, поступившей рано утром. Этим человеком была Лорен Гиддингс, 27-летняя выпускница юридической школы. Ее семья и друзья не видели и ничего не слышали о ней с вечера 25 июня. Детективы полиции Майкона остановили свои машины на стоянке апартаментов, где проживала исчезнувшая девушка, и непреднамеренно заблокировали мусорные баки. Переходя из квартиры в квартиру, детектив Скотт Чепмен в конце концов постучал в дверь одного из соседей пропавшей девушки Стивена МакДэниэлла, и они заговорили об этом случае. Некоторое время спустя ведущий детектив Дэвид Паттерсон также допросил МакДэниэлла в его патрульной машине. После того, как Стивен вернулся в свою квартиру, детективы сделали мрачное открытие. Среди выпускников юридического колледжа в мае 2011 года были два студента, которые знали друг друга, но, как оказалось, знали не очень хорошо. Около трех лет эти двое жили по соседству друг с другом, у них даже была общая лестница, ведущая в их резиденции на втором этаже жилого комплекса прямо через дорогу от кампуса колледжа. Кроме этого, у этих двоих больше не было ничего общего. Лорен Тереза Гиддингс была 27-летней уроженкой Лорелла, штат Мэриленд. Одноклассники, друзья и семья знали ее как спортивную и общительную девушку. У нее были амбиции использовать свое юридическое образование с пользой в своей новой карьере юриста в соседнем городе Атланта. После окончания колледжа, все, что ей оставалось на ее карьерном пути, это экзамен в коллегию адвокатов Джорджии. Ее планы, как и у многих других выпускников, состояли в том, чтобы остаться в Майконе, чтобы подготовиться к экзамену на адвоката в течение нескольких месяцев. У Лорен был постоянный парень, корпоративный юрист из Атланты по имени Дэвид. Он и Лорен были вместе с 2007 года и познакомились, когда Лорен проходила стажировку в качестве ассистента проекта в юридической конторе, где работал Дэвид. Лорен никогда не знала об этом, но Дэвид планировал сделать ей предложение после окончания колледжа во время их неожиданной поездки на Бермуды. Стивену Макдэниелу было 25 лет, и он совсем не был похож на свою дружелюбную, общительную соседку Лорен. Стивен вырос в городе Лилберн, штат Джорджия, в пригороде Атланты. Он был известен в кампусе как своего рода странный человек. В целом он был асоциальным, замкнутым и более чем немного эксцентричным в своем поведении и общении с другими. По словам тех, кто его знал, он был очень умен. Квартира Стивена на втором этаже была для него убежищем, куда он мог пойти, чтобы побыть в одиночестве. По сути, он был 25-летним отшельником, часть времени проводившим дома со своими компьютерными играми, фильмами для взрослых и оружием. Он также по какой-то причине собирал пустые контейнеры, бутылки из-под содовой и даже картонные серединки рулонов туалетной бумаги. С самого начала Стивен интересовался Лорен. Он приглашал ее на свидание по крайней мере несколько раз, но всякий раз получал отказ. В конце концов, у нее был парень, но даже если бы у нее не было отношений, Лорен не приняла бы ухаживания Стивена. Она думала о нем, как о жутком соседе, который редко выходил на улицу, но, конечно, у нее было достаточно социальной грации, чтобы никогда прямо не говорить об этом Стивену. Лорен никогда не боялась Стивена Макдениэла, по крайней мере, она никогда и никому не упоминала, что ее пугает странный сосед. Однако то, чего она не знала, определенно напугало бы ее. Поскольку он не мог заполучить ее внимание, Стивен начал зацикливаться на своей соседке, что привело к некоторому скрытному и тревожному поведению. Чуть более чем через месяц после окончания учебы Лорен провела свой последний день у бассейна в загородном клубе Хилипойнт в Ривернорд, а затем около шести вечера она использовала свою кредитную карту, чтобы купить ужин в закусочной по дороге домой. Это был последний внешний контакт до ее исчезновения 26 июня 2011 года. Никто не будет знать, где Лорен была в течение следующих пяти дней. Как такой социальный и общительный человек, как Лорен, может оставаться незамеченным почти неделю? Но на это есть свой ответ. Ее друзья и семья знали, что она готовится к экзамену в коллегию адвокатов Джорджии и предоставили ей уединения, необходимые для подготовки к экзамену, так как они не хотели ее беспокоить. Как уже было сказано ранее, 30 июня детективы непреднамеренно заблокировали мусорные баки около дома Лорен и после допроса Стивена сделали мрачное открытие. Утром около 10 часов в одном из мусорных баков рядом с многоквартирным домом был найден торс, который вскоре будет идентифицирован как торс Лорен. Некоторое время спустя Стивена Макдениэла, все еще не знавшего об обнаружении останков Лорен, отвезли в детективное бюро департамента полиции Маякона, где он дал показания детективу Патерсону. Когда Стивена попросили дать согласие на обыск его квартиры вместе с другими жильцами восьмиквартирного жилого дома, Стивен отказался. Он оправдывался тем, что у него в квартире было несколько единиц огнестрельного оружия, и он не хотел, чтобы кто-то находился рядом с ними. Пока они разговаривали со Стивеном, подозрения продолжали расти в умах детективов, и весь его день был заполнен допросами. Полиция продолжала оказывать давление на Стивена, чтобы он позволил им войти в его квартиру для обыска, и сказали ему, что все остальные, кто жил в здании, кроме него, дали согласие на обыск. В конце концов Стивен уступил давлению и позволил детективу Патерсону заглянуть в его квартиру в поисках пропавшей женщины. В этот момент детектив Патерсон попросил Стивена встать и приподнять рубашку, чтобы проверить, нет ли у него следов на теле. На правой стороне его живота были две красные царапины, которые Стивен не мог объяснить. Он не знал, где и когда получил царапины, но Патерсон упомянул в отчете, что царапины были похожи на следы ногтей. Около двух часов дня Макдэниел все еще не знал, что туловище девушки было обнаружено. Он предположил, что мусор был убран рано утром, еще до приезда детективов. Во время обыска в какой-то момент Стивена попросили уйти, чтобы дать детективам больше места для обследования его квартиры. Именно тогда Стивен направился к кампусу юридической школы на другой стороне улицы, и местная съемочная группа новостей помахала ему рукой, что привело к одному из самых странных новостных интервью. Когда началось интервью, Стивен все еще не знал, что более четырех часов назад торс Лорен Гиддингс был обнаружен в мусорном баке рядом с его многоквартирным домом. Во время интервью Стивен выглядел более чем немного растрепанным. С безумными глазами, предположительно, потому что пропала его подруга Лорен Гиддингс, подумали репортеры. И в тот момент его забота о ее благополучии была разумеющейся. Тем не менее, он был готов получить пощечину от реальности ситуации, когда репортер представил Макдэниелу некоторую новую информацию. Это был первый раз, когда он узнал, что на территории дома было обнаружено тело. Конечно, Стивен знал, что торс Лорен был там с самого начала. Именно там он оставил его двумя днями ранее, но он понятия не имел, что тело было найдено. То, что произошло в ходе этого краткого интервью, запомнится и будет тщательно изучено всеми, кто видел его по телевизору в тот вечер, включая детективов, которые занимались этим делом. Его странное выступление в эфире в сочетании с остальными его театральными постановками, демонстрируемыми в течение дня, сделало Стивена непосредственным фигурантом этого случая. Посмотрите, как Стивен замолкает, а затем впадает в шок, впитывая новости и новую реальность ситуации, когда впервые узнает о находке полиции. Может быть, она просто встретилась с кем-то и проводит время? Нет, нет, ее никто не видел с субботы. Я часто слышу шумы, как она заходит к себе домой или к ней приходят друзья. Она недавно закончила колледж? Да, мы учились вдвоем. Закончили учебу в мае. Какой она была? Она была классной, очень, очень, очень общительной. Может, вы знаете, у нее были враги или люди, которые хотели нанести ей вред? Нет, мы не знаем, где она. Первое, что пришло в голову, что она утром вышла на пробежку, и ее кто-то похитил. У одного из наших друзей есть ключ. Мы вошли внутрь, чтобы посмотреть, все ли на месте. Дверь целая, нет никаких следов взлома. Дверь была заперта. Мы не знаем, где она. А что вы можете сказать о том, что происходит на парковке? Там вокруг проводится очень много работ. Там нашли тело, точнее, фрагменты тела. Вы что-нибудь слышали об этом? С вами все в порядке? Мне нужно присесть. После осмотра квартиры Стивена и его необычного поведения на местном телевидении детективы снова доставили его на допрос в ночь на 30 июня. Его допрашивали в течение всего вечера. Удивительно, особенно, что Стивен не просил, чтобы во время его допроса присутствовал адвокат, хотя являлся выпускником юридического колледжа. Кроме того, не было и признания вины, но у полиции уже было более чем сильное подозрение, что он был тем самым человеком, причастным к этому делу. Во время допроса Стивен признался в краже презервативов из двух других квартир в комплексе. Это было немного, но этого было достаточно, чтобы задержать его, и он был помещен под арест по двум пунктам обвинения в краже со взломом. В начале расследования пропажи Лорен детективы запросили доступ к истории посещений сайтов на компьютере Стивена, и это выявило некоторые тревожные закономерности. 28 апреля 2011 года, примерно за два месяца до того, как пропала Лорен, Стивен набрал в поисковике Google фразу «Обнаженная Лорен Гиддингс». Позже он провел несколько последовательных поисков, используя варианты слов «приставать к спящей девушке». Уже на следующий день он искал фразу «Как долго просыпается человек после приставаний». Позже, уже в начале мая, он искал в интернете способы сбежать из тюрьмы. В течение мая и июня его история посещения интернета свидетельствовала о растущей одержимости Кларен Гиддингс. В течение того же периода времени он посещал сайты для поиска фотографий обнаженных знаменитостей, сайтов знакомств, чтения эротической литературы и просмотра фильмов для взрослых. Используя псевдоним «Сын свободы», он писал в интернете сообщения сексуального характера, описывающие насилие в отношении женщин. К июню 2011 года он уже был зарегистрирован на сайте для обмена фотографиями в поисках аккаунта Лорен. На следующий день, 8 июня 2011 года, МакДэниел заглянул на страницу Лорен в Фейсбук. Конечно, такие действия не являются незаконными, но они рисуют все более мрачный образ персонажа Стивена МакДэниела. Лорен Гиддингс и Стивен МакДэниел еще не знали, что попадут в заголовки газет не потому, что были молодыми и успешными юристами, как они оба надеялись вскоре стать, а из-за ужасной ситуации, которая развернется в конце июня 2011 года. Получив ордер на обыск квартиры МакДэниела, власти смогли собрать несколько ключевых улик. Это был главный ключ от всего жилого комплекса и еще один ключ от квартиры Лорен, украденная флешка, принадлежавшая девушке, содержащая сотни ее личных фотографий, нижнее белье девушки, а также ножовка, которая являлась одним из орудий преступлений. К сожалению, остальные останки, кроме Торса, так и не были найдены полицией. Ко 2 августа 2011 года полиция обнаружила достаточно улик, чтобы обвинить Стивена МакДэниела в убийстве Лорен. Но вину он так и не признал. Он останется за решеткой на три года в ожидании суда. Обвинение настаивало на смертной казни, но именно тогда полиция обнаружила улики с компьютера и его камеры, удаленные видеопреследования Лорен. Рассмотрение смертной казни обычно может занять от пяти до семи лет, но окружная прокуратура была готова отозвать свои запросы о смертной казни для более быстрого закрытия дела, поскольку судебный процесс мог затянуться на месяцы. В рамках сделки они установили соглашение, что Стивен получит пожизненное наказание лишения свободы, если он расскажет о последнем дне жизни Лорен, и в апреле 2014 года Стивен написал признание на одной странице, описывающее все произошедшее в тот вечер, чтобы избежать казни. К сожалению, на этом ресурсе нельзя о таком говорить, поэтому текст с переводом будет оставлен в телеграм-канале. Стивен Макдениел был осужден 21 апреля 2014 года, почти через три года после убийства Лорен Гиддингс. Самое раннее, когда Стивен сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении, это в 2041 году. Ему будет 56 лет, но учитывая продуманный и жестокий характер его преступления, он вряд ли когда-нибудь выйдет на свободу. А что думаете вы о произошедшем? Оставляйте ваши мысли в комментариях, а также не забудьте поставить лайк и поддержать канал подпиской.